Научный кафе Эврика Мы обязаны названием своему хруппу Надо вам признаться честно, что в физике есть не очень много страниц Которые заставляют школьников и прошлых гимназистов, и нынешних гимназистов веселиться, улыбаться История этого человека, это как раз одна из тех немногих историй Которые намертво запоминаются всем О том, как Архимед бежал по улицам голым и кричал Эврика Это знает каждый школьник, это запоминают все гимназисты, в отличие от самого Закона Архимеда Сегодня у нас в гостях люди, которые никогда не бегали по улицам голыми, я надеюсь Которые не кричали Эврика на улицах, но зато все знают об Архимеде Итак, у нас сегодня в гостях Евгений Афанасин Человек, который прошел путь от физика до лирика Который занимается историей науки И известен именно как человек, изучающий Архимеда и все с ним связанное А также у нас сегодня мы решили экспериментировать Как Архимед почти, только не вами, а с количеством лекторов Сегодня у нас их два, и мы, честно говоря, немножко волнуемся Как у нас это все пройдет с двумя лекторами Второй лектор Андрей Щетников Он хорошо известен у нас в городке Скорее даже не как лектор А как человек, который может придумывать интереснейшие олимпиадные задачи Для взрослых и детей любого возраста Давайте поаплодируем И я с радостью передам им слово Мы, кроме всего прочего, действительно изучаем античную традицию в городке И даже умудрились организоваться в виде центра, который это дело изучает Тайн, полимсест В прямом смысле этого слова это перезаписанная рукопись А в переносном смысле этого слова некоторый текст со скрытыми смыслами Значит, тайное явное в античной науке Древние греки запоминаются, известны нам И мы запоминаем их обычно по различным удивительным артефактам Которыми наполнены музеи Европы, Америки и России И, например, я привел несколько таких, на мой взгляд, наиболее удивительных образцов То есть вот, допустим, образчик кекладской фигурки То есть кекладская цивилизация, которая существовала на кекладских островах, соответственно Датирующаяся несколькими тысячелетиями до нашей эры Очень древняя культура, как видите, в это время уже любили лютню Вот этот сосуд, изготовленный вручную, он тоже датируется третьим тысячелетиям до нашей эры То есть без всякого круга, без всяких инструментов По-видимому, во всяком случае, мы этого не знаем Значит, как видим, фреска из Санторина, с острова Санторина Где произошло самое крупное, известное в истории извержение Ну, скажем так, прообраз Платоновской Атлантиды Голубые обезьяны никогда не существовали в мире Но на Санторине они, по-видимому, водились во втором тысячелетии до нашей эры Вот такие вот обезьяны Из цельного камня изготовленный сосуд по неизвестным, но тоже технологиям Из горного хрусталя изготовленный объект Значит, первая греческая письменность Если кто не знает, узнаете, наверное, это, кстати, линейное письмо С Крита Это храмовые постройки уже классического периода Построенные по специальным расчетам Самая главная мысль, которая преследовала человека, который делал подобного рода постройки Это то, как это все будет выглядеть То есть, во-первых, мы, естественно, знаем пропорции тела То есть, соответствующий канон Ну, вот как на этой статуе Значит, и когда строится храм, да, так сказать, главное, как он будет выглядеть Поэтому для того, чтобы он выглядел прямо, нужно его строить криво И надо было уметь это делать То есть, ну, вот один из... Ну, здесь он очень кривой Это знаменитый, значит, центр, можно сказать, античной дипломатии Дидимы То есть, где находился храм Дидимы И жрецы, соответственно, все знали про древний мир и давали всему миру советы То есть, ну, и Афродита То есть, это другая Афродита, но она в некотором смысле относится к нашему кодексу К которому я перейду небольшая ремарка Кроме Архимеда, в том кодексе, о котором далее пойдет речь Было обнаружено еще некоторое количество текстов То есть, причем все эти тексты обнаружены единственным экземпляром именно в нем И, в частности, оратора Гипперида От этого оратора Гипперида не осталось ничего, кроме сообщения о том, что Когда его подругу Фрину обвинили в том, что она насмехалась над эллифсинскими мистериями Он на суде произносил в ее честь защитную речь Однако, кстати, не преуспел с этой речью Тогда он подошел к ней, обнажил ее грудь И судьи сразу проголосовали за, значит, оправдали Фрину Известный случай, рассказанный Плутархом Но до 1998 года, а на самом деле до 2004 года Мир не знал ни одного слова самого Гипперида И вот только после того, как был прочитан кодекс Тогда, кстати, несколько речей Гипперида, их фрагменты стали доступны Но об этом речь не пойдет Речь пойдет как раз скорее о кодексе Когда мы... Можно задать себе вопрос И это вполне естественный вопрос в данном контексте Что каким образом, на основе чего, собственно говоря, античный мир Достиг вот таких высот в искусстве, в литературе и так далее В основе должно было что-то лежать Это что-то, безусловно, фундаментальная наука Фундаментальные знания, которые так или иначе Аккумулировались в сознании наиболее продвинутых людей эпохи Таких как Архе Медос Архе Медос — это этимология имени Архе означает начало Медос означает ум Ум — разумение Ну, допустим, Диомет означает ум Зевса Значит, Архемед — это первый, единственный, уникальный, первоначальный ум Сиракузы, город Архемеда, в котором он жил В настоящее время сохранили не очень много античных памятников Это, конечно, средневековая постройка Однако в древности это был центр политической жизни Сицилии Не особенно научной жизни Научная жизнь была сконцентрирована в Александрии Но политическая жизнь Сицилии протекала в Сиракузах И Архемед, контактируя с другими людьми эпохи В частности, прославил свой город не только знаниями Но и некоторыми техническими достижениями О которых несколько слов будет далее Ну вот крепость Вполне возможно, вот так примерно видели эту крепость защитники города Когда на город нападал Марцелий А Архемед организовывал оборону этого города Архемед погиб в 212 году до нашей эры При захвате Сираку с римлянами Ну как раз вот этим самым войском во главе с Марцелием Подробности мы узнаем из Плутарха в одноименном описании Это на самом деле единственный достоверный факт его биографии То есть если бы он не погиб во время обороны Мы бы, возможно, даже не вполне отчетливо знали время его жизни Как, например, время жизни Герона Устанавливается благодаря тому, что он описал одно из затмений Ну то есть в книге об исчислении песчинок Он говорит, что Евдос считал солнце в 10 раз больше земли А по подсчету некого Фидиату Акупатру Оно в 12 раз больше Некоторые исследователи вполне резонно предположили Что поскольку не существует в природе такого имени Акупатор Ну это необычное имя для грека То, скорее всего, это ошибка переписчика Поэтому, скорее всего, это Фидиату Аму Патру Обратите внимание, если мы заменим К на М А поскольку раньше писали без интервалов между словами То сплошной текст Фидиату Аму Патру Да, так сказать, будет означать именно это Это означает, по-видимому, что отец Архимеда был астрономом Но кому в голову могло прийти назвать своего сына Фидием? Если дальше спекулировать, можно предположить Что дед Архимеда был скульптором Потому как имена подобного рода, вроде Фиди и так далее Они, как правило, передавались по цеховому признаку То есть поскольку ремесленники, как правило, передавали свое ремесло по наследству То Фидиями, как правило, называли архитекторов Но это не так важно Византийский историк Цец Наиболее фантастический наш источник об Архимеде Пишет, что Архимеду было 75 лет И потом это все начали повторять Хотя мы, конечно, не знаем, в каком возрасте погиб Архимед И то, что он сжег фражеские корабли стеклами Но это наверняка легенда Так же, как и знаменитая Эврика С короной, которую все знаете Это, конечно, легенда Но вот так средневековые люди представляли себе Вот это сжение кораблей Примечательно, что один греческий ученый В 1976 году Я забыл его имя Провел эксперимент То есть, если поставить достаточно большое количество Хорошо отполированных щитов И он это проделал в Переи, в Афинах То есть, поставил солдат со щитами Они смогли действительно запалить На расстоянии 50 метров деревянный корабль Ну, как бы там ни было Мог это делать Архимед? Мы не знаем Но вот это точно Скорее воображение средневекового автора О том, что я слабо себе представляю Что было бы с сиракузами Если бы к ним подошел вот такой корабль Так сказать, он по размерам, наверное, больше Чем даже знаменитые корабли Каллигулы, которые там Пабоке Кино Танган Знаменитое высказывание Архимеда За которое, наверное, он известен всем На сицилийском диалекте написанное Означает, дайте где стать и двину землю Процесса и лазер, и варианты истории гибели Это я уже сказал Плутарх в своем Марцелии Рассказывает более, на первый взгляд Похожие на достоверность сообщения То есть об осадных орудиях Об организации обороны города Все сиракузцы стали телом приспособления Архимеда Пишет он Сам же он был душой, приводящей все в движение То есть представьте себе, в чем, собственно говоря Искусство Архимеда состояло Катапульта — это такой прибор Который бросает камень Понятное дело, что она все время стоит в одном месте И камень, как легко догадаться Все время падает в одно и то же место Поэтому главная проблема с катапультами Это покрытие территории И те, кто осаждали город Они, как правило, после первых нескольких дней осады Знали уже слепые пятна И поэтому, пишет Плутарх Марцелий Думая, что под стенами опасности меньше Ночью выдвинулся с отрядами туда Но там его тоже встретил град из катапульт То есть катапульты Архимед расположил настолько хорошо Что подступиться к городу было совершенно нельзя Он так испугал всех своими орудиями Что, как только, опять же, Плутарх сообщает Из стены или из бойницы высовывалась какая-нибудь вещь Ну, хоть просто палка Римляне в ужасе бежали Они страшно боялись всех этих машин, автоматов Архимеда Когда в результате, ну, как это обычно бывает Города падают в основном не по причине осады А по причине заговора Когда, кстати, когда сиракузы все-таки были взяты То Марцелий очень захотел видеть Архимеда И послал за ним солдата Плутарх сообщает три истории о смерти Архимеда Две примерно одинаковые А третья интересная, необычная То есть, ну, смысл примерно в следующем То есть, когда пришел римский солдат Архимед занимался, как всегда, своими чертежами Римский солдат сказал ему Давай, идем со мной, тебя зовет полководец Он сказал, подожди, сейчас задачку дорешаю, пойду Значит, когда римлян начал настаивать Архимед сказал Эй, кто-нибудь, принесите мне мой автомат Римлян так испугался Ну, просто аутоматос Ну, римлян так испугался Что, разумеется, он просто сразу убил Архимеда Опасаясь, что сейчас, так сказать, начнется новая, так сказать, волна сопротивления Ну, а другой вариант, более прозаический, но более вероятный Что Архимед нес какие-то приборы к Марцелю И захватившие римляне подумали, что это золото или что-то такое Пытаясь отобрать у него ларец, они его якобы убили Значит, на могиле Архимеда расположена сфера и цилиндр Его знаменитое, так сказать, открытие И могилу эту, совершенно всеми забытую В течение нескольких лет Обнаружил Цицерон, о чем в тускуланских беседах он сообщает О спиральном механизме сообщает Деодор Сицилийский А Витрувий в архитектуре рассказывает О измерении, собственно говоря, вот этой самой короны Архимед написал достаточно много работ И довольно много из них до нас дошло Значит, ну вот здесь я их перечисляю Кроме этого еще есть и переводы, пересказы, фрагменты и так далее Трактат о спиралях Архимед предваряет письмом коллеге Досифею Напоминая ему, что ранее он послал несколько математических задач Но никто не нашел для них решения Более того, он предложил ряд ошибочных положений Дабы уличить тех, которые утверждают, что они все открыли Но не приводят никаких доказательств открытого Например, если сферу расчесть на два сегмента И отношение их площадей А к Б То отношение объемов будет выражаться А в квадрате и Б в квадрате, что неверно То есть, иными словами, Архимед намеренно рассылал людям задачи Ну, сообщество математиков было очень маленькое И включая туда ошибочные утверждения И если какой-нибудь утверждал, что он доказал эту вещь То было сразу видно, кто математик, а кто нет Эра Тосфен, хранитель материалов Александрийской библиотеки Был его коллегой и также корреспондентом И еще очень важный элемент, бросающийся в глаза работ Архимеда Это то, что его работы представляют собой в некотором смысле Постоянный диалог с читателем То есть, он пользуется косвенным методом доказательства Рассуждением от противного Говорит, давай, вот я утверждаю следующее Давайте предположим, что это не так Ну, и таким образом рассказывает, ведя в этом смысле диалог с читателем И только в одном своем произведении, как раз о методе Он раскрывает перед читателем карты, как он это делает Судьбу наследия я, видимо, не буду подробно пересказывать Но если мы быстро пробежимся по этому тексту, вы увидите Евтокий в V веке издал и прокомментировал Архимеда То есть, благодаря ему фактически возник корпус произведения Архимеда Анфимий и Исидор Милецкий, создатели Святой Софии в Константинополе Читали Архимеда, и Анфимию посвящен один из свитков был Архимеда Арабы переводили комментарии, комментировали Архимеда Во время византийского ренессанса, так называемого македонского возрождения Лев-математик и другие его, так сказать, коллеги изучали Архимеда И в этот момент происходила так называемая трансляция перезаписи с маюскола на минускол Так же, как во времена Евтокия, переход со свитков на кодексы И нет ничего более опасного для наследия, чем, естественно, перенос на другой тип носителя Вот мы, допустим, сейчас переходим с книжек на компьютеры Так сказать, все, что мы считаем нам ненужным, мы не оцифровываем Пройдет немного времени, и все это съедят черви То же самое происходило и здесь, и поэтому вот эти моменты перетрансляции Два, так сказать, они определили судьбу наследия Было три византийских кодекса А, Б, Ц, о которых чуть-чуть подробнее И это, собственно говоря, то, на чем базируются наши сведения о нем В 1544 году вышло первое печатное издание на основании кодексов двух А в 1907 был найден вот этот самый, значит, полимсест, о котором сейчас пойдет речь Вот подробнее, ну, если интересно, кодекс Валлы средневековый, утраченный, но ставший архетипом всех кодексов средневековых В том числе латинского перевода Иакова из Кремоны Кодекс Б это также утраченный архетип для латинского перевода Вильяма из Мёрбека Вильям довольно интересно себя вел Он переводил на латинский язык настолько дословно, что забывал о латыни Он переводил даже греческие артикли Поэтому латинский текст у Вильяма Это фактически просто слово в слово транслитерация с греческого на латынь, так сказать, текста И полимсест Архимеда, рукопись 1910 года, которая была соскоблена и перезаписана, ну, как можно доказать, примерно в этот период Кстати, очень интересная дата Это время, когда крестоносцы захватили Иерусалим И открытая Хайбергом в 1907 году, затем украденная, попросту говоря, из библиотеки в Константинополе И затем за большие деньги, проданная одному американскому толстую сумму в 1998 году А это единственная рукопись Архимеда, ныне существующая, я подчеркиваю То есть все остальные утрачены, все остальное только поздние копии И, как пишет куратор музея, она доживала, когда ее купили свои последние дни Примечательно прежде всего тем, что там мы впервые видим древние чертежи То есть обычно чертежи все поздние копиисты, их опускали, забывали То есть вот так она примерно выглядела Поэтому работа с ней, конечно же, так сказать, велась очень долго С 1998 года где-то, так сказать, по 2003 фактически никто не имел к ней доступа То есть ее изъели черви, ее, так сказать, измазали клеем Потому что все эти укравшие ее, так сказать, господа французские любители древности Ее прятали в течение почти 100 лет, ну, чтобы к ним, естественно, не предъявили претензии И когда сроки давности прошли, они выставили ее на аукцион Но хуже того, они решили, что книжка с картинками, я не знаю, как вам, так сказать Вот многим людям кажется ценнее, чем книжка без картинок Поэтому они взяли и еще раз сделали полимсест Вместо текста, ну, там, средневековой книги, под которой был текст Архимеда Они еще и нарисовали евангелистов Причем взяли это из печатной французской книжки То есть сравнение показывает, что это один и тот же текст В общем, рукопись пострадала ужасно И небольшая ремарка Это рукопись, это полимсест Полимсест, на самом деле, это, с одной стороны, беда И нашего изучения античности С другой стороны, некое достоинство Потому что вероятность того, что в христианскую эпоху Когда всякая наука, образование, в принципе, не имела для людей Живущих в это время никакой ценности, кроме религии Вероятность выживания Архимеда была примерно равна нулю Она таковой и оказалась А поскольку перезапись была все-таки произведена И вот этот текст христианский сохранился То Архимед до нас дошел То есть все остальное иначе погибло Это другая, между прочим, другая рукопись Это комментарий на Аристотеля Поверх которого написан Нома канон То есть мистическим образом Когда я готовился к этой лекции Пришло письмо И мы, так сказать, от одной коллеги из Италии Которая сказала Вот, смотри, я новую статью написал Значит, о полимсесте Я ее не просил присылать мне, полимсест Ну вот, вот это интересный полимсест О существовании которого я не знал Значит, видите, это, кстати, греческая и парижская рукопись Которая сохранила неизвестный кусок комментария на Аристотеля В заключение я уже ближусь к концу, так сказать Я, собственно, расскажу о том Каким образом современная, ну скажем, технология Позволила прочитать и увидеть то, что кажется невозможным То есть, ну, самая первая техника прочтения текста Это, конечно, рассмотрение его в ультрафиолетовом свете Этим занимались и в XIX веке Так читал Хайберг Значит, можно самыми разнообразными способами Взяв этот ультрафиолетовый свет Затем обработать его в соответствующих программах Вроде фотошопа И вот здесь первый опыт, который был предпринят Это попытка как можно меньше оставить от верхнего текста И выявить нижний Значит, но опыт этот во многих отношениях неудачный Потому что, когда вы накладываете большое количество образов один на другой Вы, естественно, размываете границы И если вам все равно, допустим, если вы снимаете Каких-нибудь там погоду, птичек или что-то подобное То в данном случае, чем более явно выявляется текст Тем менее резким он становится В результате подобного рода опыты Хотя, так сказать, на них было потрачено много усилий и так далее Они не привели к должному результату Решение нашлось совершенно неожиданно Об этом, так сказать, Нец и Нойл пишут подробно в своей книге Но вот когда, так сказать, мы обсуждали это дело с Нецом в Будапеште В 2003 году, так сказать, он еще всех деталей не знал Оно нашлось очень неожиданно Оказывается, разными чернилами были написаны эти два текста И поэтому там разные металлы и разные отражения То есть вот это вот, собственно говоря, ультрафиолетовое по преимуществу А это, ну или как там он, стробоскопическое, то есть белый цвет Это красные вроде обычной лампочки В одном случае только верхний свет лучше всего виден Верхний слой лучше всего виден В другом случае, как видите, наоборот Это, если мы теперь наложим друг на друга эти два изображения То об и после некоторой обработки мы увидим их лучше То есть, так что задача на самом деле чтения текста состоит не в том, чтобы избавиться от верхнего слоя А в том, чтобы проявить оба Вот, то есть вот, что, собственно говоря, получилось И так текст уже становится более или менее читаемым Значит, далее это достижение последних двух лет в работе с этим манускриптом Потому текст еще не прочитан Оказывается, если воспользоваться, ну, собственно говоря, еще более высоковолновой светом И если можно прочитать даже то, что современные французские фальсификаторы сделали с этими страницами Хотя, конечно, немножко труднее Значит, Архимед и технология его времени Я хотел бы показать вам небольшой сюжет Это винт, египетский винт Который Архимед, как говорят, в Грецию ввел То есть, таким способом можно поднимать воду Ну, это умели делать египтяне Поэтому греки это называли так же, как и Архимед, египетским винтом Но Архимед описал это дело Но то, о чем хотел я показать Это достаточно уникальная вещь И в некотором отношении единственная На острове, который называется Антикитера В начале XIX века был обнаружен затопленный корабль Там были обнаружены статуи В том числе и очень известные вроде этой из Афинского музея Или вот такого вот философа Такого с безумными глазами Может, видели бюст философа И кроме этого, вот такой странный объект На который обратили внимание только в 1996 году Значит, он получил название механизма из Антикитера Не очень понятно, что он означает И для чего он предназначен Но смысл, очевидно, это некоторый прибор Вроде часов Ну, как видите И в этом фильме как раз приводится Ну, вот сейчас приводится одна из реконструкций Ну, от себя могу добавить После вот этого То есть уже после этого фильма Уже известно стало Что есть еще несколько шкал То есть на самом деле Объект еще несколько даже более сложный Чем то, что предлагается здесь То есть вот этот вот джентльмен из Германии Он предложил реконструкцию Она сейчас находится в Афинском музее Вот так вот очень сильно разобранный объект И этот дядечка ему говорит Что вот типа Как мы теперь это будем собирать Вот, в общем Сейчас он ее соберет и покажет По лицу видно, что он умеет его собирать Вид у него спокойный Нет, ну разумеется, коль он его сделал Вот, то есть он объясняет Что с его точки зрения Этот прибор предназначен для навигационных целей То есть я должен заметить Что многие авторы современные думают Часто не так Ну, вопрос состоит на самом деле в том Что этот прибор, он принадлежит кораблю Или его там просто везли То есть сейчас люди склоняются к мысли о том Что этот прибор скорее не для навигационных целей А для целей таких вот научно-астрономических То есть и вот собирает он его Так сказать, ловкость рук и никакого мошенничества Он говорит, что ушло у него на это 20 минут И теперь смотрите Вот это Луна И она как будто становится полной Закатывается Ну, то есть черное-белое То есть новолуние-полнолуние Это Солнце То есть Луна вращается вокруг Солнца Три шкалы показывают разный отсчет времен Один по Олимпиадам Один по Египетскому году Который примерно соответствует тому, который как у нас сейчас Один по другим Олимпиадам То есть по Немейским Олимпиадам и по Олимпийским А вот эти вот маленькие, смотрите, штучки Да, так сказать, они следят за движением каждой из планет То есть, видите, некоторые из внутренней планеты Они при движении дальнейшем идут, начинают идти назад То есть это что-то такое вроде планетария Что-то вроде планетария Но ведь дело в том, что мы знаем, что Один из трофеев, который увез Марцелий из Сиракуз Уже после смерти Архимеда Это был как раз планетарий, который сделал Архимед И ничего, говорит автор этого фильма Мы про тот планетарий не знаем Вот кроме разве что средневековой картинки О том, каким он мог бы быть Но в действительности в 2006 году В Ольве был обнаружен некоторый объект Который в настоящее время рассматривается Ну, вот автор, который написал на эту тему книгу Я ее, к сожалению, еще не читал Поэтому комментировать не буду Вот, собственно говоря, что обнаружено Считается, что это что-то вроде античного планетария Напоследок, несколько слов Не буду более, так сказать, задерживать ваше внимание О Абрахимеде То есть вот Архимед, Андрей подтвердит Очень точно определил число π НЭЦ приводит вот такую наглядную иллюстрацию Представьте себе, значит, вот она окружность То есть вписанный и описанный многоугольник То есть точность, которой Архимед определил π Это, представьте, вот это вот Вот примерно настолько мелкое деление И вот настолько всего от настоящего Оно будет отличаться, если вот эту штуку увеличить Значит, так, это я хотел показать Один из примеров его рассуждения Примера от противного Значит, я это дело опускаю Я хочу обратить ваше внимание на одну интересную вещь Вот что мы здесь наблюдаем Мы здесь наблюдаем поэму Написанную прямо как у Гомера Даже окончание Гомеровские Якобы Архимед или кто-то из них Изобрел эпиграмму Эпиграмма о сочтении количества быков Которые были у Гелиоса Ну, как вы знаете, спутники Одиссея Они на родосе забили парочку бычков Наелись, напились, им было хорошо А потом их наказал Бог за это То есть, так вот, эпиграмма рассказывает о том Посчитайте быков называется И всякие такие слова, что вот белых быков больше, чем черных Ну, вот сейчас я покажу То есть, видите, и коров сколько-то Причем аксиомой является, естественно, то, что быки это не коровы То есть, большими буквами обозначаются быки маленькими коровы И условия этой головоломки приводят к вот таким уравнениям Вот, значит, теперь смотрите Решая эти уравнения, в конечном итоге Мы получаем вот примерно такие значения Ну, не примерно, а точно такие значения Которые затем приводят Обратите внимание, к числам вот такого вида Вот первые три цифры известны А вот столько дальше цифр будет после них То есть, это вот такое число Подсчитано, что все шесть Сколько там Все восемь Четыре типа быков, четыре типа коров Если, значит, эту цифру их выписать То это займет 660 страниц текста Мог ли решить Архимед такую задачу, нам неизвестно Однако он сочинил такую эпиграмму Архимед также развлекался игрой Известная греческая игра стомахий Вот имеются треугольнички Их нужно сложить Как вы думаете, сколько возможных вариантов В которые можно сложить этот пазл? Ну, гипотезы Не, ну миллион это заведомо 130 миллион Миллион это, видимо, многовато все-таки, правда? Ну, здравый смысл подсказывает Тысяча Ну, кто больше? Давайте с тысячи один Тысяча один Кто больше, да? Но всем очень нравится тысячи один Уже третий раз повторяют 17152 возможных решения Архимедос, эратосфену, хайры Это знаменитая 46-ректа вторая колонка Видите, в две колонки написано С которого начинается метод Архимеда Архимед эратосфена Ну, шлет привет И далее идет вот этот самый знаменитый метод Метод Архимеда В котором он рассказывает свой метод Механических теорем Ну, то есть, представьте, самая известная теорема Доказывается, что площадь вот этой параболического сегмента Четыре третьих от вот этой То есть, посредством неких доказательств Он делает произвольное сечение Переносит вот сюда этот фрагмент Доказывает, что эти фигуры Если бы они были физическими фигурами Они бы уравновесились на вот этой букве К И поскольку этот треугольник Он в три раза больше, так сказать То есть, он находится в три раза ближе к центру Чем вот этот То значит, он весит в три раза больше Ну, и вот нечто подобное В тексте мы видим вот такую диаграмму Вы видите, что средневековые писцы Они все больше и больше искажали текст Вот эти линии должны быть параллельными Но в рукописи они искажены Но это не важно Потому что, когда Архимед писал свои диаграммы Ему важно было не точно нарисовать А чтобы была похожая диаграмма Один интересный пример еще Вот я просто упомянул Четвертая пропозиция Это то, что обнаружено благодаря этому Нужно посчитать, собственно говоря Вот объем вот такого сегмента То есть, этого не знал никто Как делал этот Архимед Потому что эти страницы были полностью испорчены Они были скрыты за разворотом И Хайберг не мог их прочитать Этот текст прочитан всего два года назад И удивительным фактом Удивительным открытием этого всего Является то, что Нец показал Что в данном случае Архимед суммирует Не только линии или плоскости Но он приравнивает плоские фигуры к объемным А что это означает? То есть, он сравнивает величины Нец думает, что это действительно Фактически первый шаг к анализу Который сделал Архимед А мы об этом даже не знали Ну, в общем, это все Что я хотел в этой связи сказать Значит, теперь Моя функция состоять может еще в том Что я еще хочу вам предложить демонстрацию Давайте сначала, наверное, закончим с лекциями Пусть предоставим слово Андрею Давайте поблагодарим вас Ну, а можно последнее слово осужденного Одна фраза буквально В смысле демонстрации Как вы знаете, Архимед Открыл рычаг Балансировку тел Вот мы попробуем это проверить Это была рекламная пауза Да, рекламная пауза Андрей, пожалуйста Передача Жизла А он где-то Вот он находится рядом Сейчас я его вытащу немножко Так, ну Евгений Васильевич уже Довольно много рассказал Я Наверное, не так много добавлю Но это будет уже Немножко Собственно, математики Которую мы сейчас с вами разберем Но прежде всего О самом этом сочинении Еще раз Находящимся в кодексе С Которое называется Эфодикон По-гречески Послание Послание к Ротосфену О методе И о его особой важности Среди других сочинений Архимеда Дело в том, что Ну Когда имеешь дело С серьезными Древнегреческими Математическими текстами То очень часто Возникает вопрос А собственно Вот те результаты Которые перед нами Которые мы видим Которые здесь в этом тексте Изложены Каким образом они были получены На этот вопрос Зачастую Ответить очень сложно И По ряду текстов Мы просто так вообще Не знаем Откуда взялась Такая математика Ну На мой взгляд Так до сих пор И не предложено Никаких более-менее Осмысленных Реконструкций Например Того Как Были Получены Как были получены Результаты Изложенные В арифметике Диафанта Даже никто рядом Еще не подступался Потому что Ну Те работы Которые есть Я не могу Их воспринимать Слишком всерьез Это пересказ Того Что сделано Древними 2000 лет назад На современном языке И получение Этих же результатов Исходя из некоторых Современных соображений Но никак Не попытка Пройти тот путь Которым могли Идти Древнегреческие Первопроходцы Этой науки Вот Возможно Возможно Так Куда надо жать Сюда Возможно Здесь Дело В значительной степени Как было Обусловлено тем Что В платоновской школе Многие Древнегреческие Математики Так или иначе К платонизму Примыкали Была Выработана Ну Некоторая Так сказать Позиция Некоторые отношения К тому Как должен был Устроен Как должен быть Устроен Математический Текст Ну и многие Нынешние математики Этой же позиции Придерживаются Хотя Что касается Обучения Она далеко Не самая Продуктивная Позиция Вот Формулируется Самим Платоном Она была Сформулирована Примерно так Тот Кто хоть Немного Разбирается В геометрии Не будет Оспаривать Что это Знание Полностью Противоположно Тем словесным Выражениям Которые В ходу Занимающихся Им Словно Занимаясь Практическим Делом Они употребляют Такие Выложивражения Как Наложим Приложим Квадрируем Все это Так и сыплется Из их уст А между тем Этой наукой Занимаются Ради познания Вечного бытия А не того Что возникает И гибнет Ну вот Такая Философская Декларация Которая По-видимому Сыграла Большую роль В истории Античной А не только Античной Математики Значит вот Математик Как-то Открывает Свои Получает Свои Результаты В общем-то С точки зрения Платона Он не должен Излагать Каким образом Эти результаты Получены Он должен Предъявить Строгое Доказательство Того Что этот Результат Верен По-возу Значительная Часть Доказательств Такого рода Это доказательства От противного Допустим Значит Я утверждаю Нечто Допустим Что это Неверно Дальше Делаем Цепочку Выводов Приходим К противоречию Следователь На то Что мы хотели Доказать Верно Но Когда изучаешь Такого рода Тексты Я вот Представляю себя В качестве Ученика Когда такие Тексты Изучаешь Каким образом Приходить К таким Теоремам Каким образом Получать Такие Результаты Оно Остается Совершенно За кадром Совершенно Непонятным Что я могу Следить В доказательстве Шаг за шагом Соглашаясь Да Это так Да Следующий Пункт Это так Следующий Пункт Это так Но почему Вообще Было получено Такое Рассуждение Остается Непонятным И Специальные Усилия Приходится Историкам Математики Делать Для того Чтобы реконструировать Как же Собственно Эти результаты Были получены Ну Вот Послание О методе Послание К артосфену В этом смысле Счастливое Исключение Потому что Здесь Архимед Пишет Своему Коллеге И сообщает Не то Какие Результаты Он получил А каким Образом Он их Получил И Раскрывает Некоторые Секреты Своего Профессионального Ремесла Так А сюда Надо Жать Да Значит Вот Цитату Сейчас Мы из этого Послания Приведем Значит Я счел Нужным Изложить Тебе Некий Особый Метод При помощи Которого Ты получишь Возможность При помощи Механики Находить Некоторые Математические Теоремы Я уверен Что этот Самый Метод Будет Тебе Ничуть Не менее Полезен И Для Доказательства Самих Теорем Ну Я Сложных Теорем Сейчас Разбирать Не буду Собственно Из этого Послания Потому что Это По-моему Не очень Уместно Но Одну Простую Теорему В двух Разных Версиях И Та И та Принадлежат Эти версии Изложения Принадлежат Архимеду Мы сейчас Разберем Значит Более Сложными Вещами Мы займемся В начале Мая На Антиковедческой Школе Если Кому-то Интересно То Можно Эти Лекции Будет Посетить Ну А сейчас Мы Разберем Такую Теорему Ее тоже Архимед Открыл Теорема Из школьного Курса Геометрии Там Где-то Конец Седьмого Или Начало Восьмого Класса Теорема О том Что Ну С одной Стороны Это Геометрическое Утверждение Геометрическое Утверждение О том Что Три Медианы Треугольника Пересекаются В одной Точке А А с другой Стороны Это Ну значит Вот мы Треугольник Изобразим А с другой Стороны Это Утверждение Механическое И оно Гласит О том Что Центр Тяжести Треугольника Находится В точке Пересечения Трех Медиан Ну вот В другом Не в послании О методе А в другом Сочинении Архимеда Собственно О центрах Тяжести Сохранилось То доказательство От противного Которое он Приводит Мы сейчас Его сейчас Прямо Шаг за шагом Отследим Значит Вот такое Косвенное Доказательство Ну и так Пусть Мы будем Доказывать Что Центр Тяжести Треугольника Находится На Пересечении Медиана Потом будем Доказывать Для начала Что он Вообще Лежит На Медиане Ну Стало Быть Мы Такую Медиану К стороне БЦ Проведем Ну Теперь Будем От противного Рассуждать Предположим Что он Лежит Не на Медиане Как бы Посылка Ну вот Я его точкой Ж Обозначил Так Теперь Некоторые Дополнительные Простроения Произведем Эту Точку Ж Которую Мы Предположили Что это Центр Тяжести Мы ее С вершинами Соединим Нам это Потом Пригодится Ну Двинемся Дальше Значит Следующий Шаг Вот сейчас На чертеже Много Деталей Возникнет Значит Мы Две Другие Стороны Мы их Тоже Разделим Точками Пополам И Мы Построим Три Средних Линии Вот Значит У нас Появилась Такая Картинка Вот Кроме Точки Д Еще Точки Е Объявились Значит Я Все Эти Точки Д Е Соединяю Получается Что Треугольник Наш Первоначальный Разбит На Четыре Одинаковых Четыре Равных Треугольника Из Них Два Которые Внизу Я Голубеньким Закрасил Про Них Дальше Рассуждение Не особая Пойдет Значит Ну А кроме Того Вот У нас Остался Параллограмм Наверху Он Остался Того же Цвета Что И Первоначальный Ну Теперь Следующий Значит Шаг Значит Вот Мы Треугольники Такие Получили Заметим Что Эти Четыре Треугольника Они Подобны Большому Треугольнику Такие Ж В точности Только В два Раза Меньше По Размерам Ну А Стало Быть Если в большом Треугольнике Центр тяжести В какой-то Точке Ж Находился То И в маленьких Треугольниках Он должен Находиться Подобным Образом Ну Где эти Точки Находятся А вот Мы Раз Сейчас И поставим Значит Тогда В маленьких Синих Треугольниках Один Центр тяжести Это Точка К А Другой Точка Л Мы Просто Значит Они должны Находиться На Отрезках Б Ж И Ц Ж И делить Эти отрезки Пополам Раз Треугольники В два раза Больше То И Соответствующие Два раза Меньше То И соответствующие Отрезки В два раза Меньше Ну Дальше Мы На это Все Хозяйство Смотрим И Видим Что Там Появился Значит Отрезки ЕК И ФЛ Они Равны И параллельны Значит У нас Другие Отрезки Еф И К Л Тоже Равны И параллельны Появился Параллограмм На чертеже Значит Ну Теперь А теперь Значит Это у нас Геометрия была А теперь Мы снова К механике Переходим Теперь Мы Говорим Ну Да Вот Два Этих Синих Треугольника Они Равны Ну И Стало Быть Они По весу Равны И Мы На Отрезки КЛ Подвесим Как Будто Это Рычаг А Они Подвешены За Свои Центры Тяжести Значит Тогда Получается Что У Синей У голубенькой Части Ее Центр Тяжести Он Находится Ровно Посредине Отрезка КЛ Между Точками К и Л Вот Я его Обозначил Буквой М Значит А теперь Посмотрим На Оставшийся Темный Параллограмм АФДЕ Ну В нем Проведены Две его Диагонали Но Из симметрии Понятно Что Центр Тяжести Этого Параллограмма Находится В точке Песчения Диагонали Вот Ее Буквой Н Обозначил Ну Теперь Теперь У меня Есть Две Фигуры Ну Так Вот Одна Фигура Она Из двух Такая Как бы Из двух Этих Голубых Треугольников Состоит Ее Центр Тяжести Точка М А другая Фигура В точности Такого Же Веса Это Параллограмм Который Более Темный Его Центр Тяжести Точка Н Ну Тогда Раз Мы Два Центра Тяжести Знаем То Мы Знаем Что Центр Тяжести Все Системы Находится Где-то На Отрезке Соединяющей Эти Две Точки Вот Мы Этот Отрезок Провели Ну Более Того Мы Даже Знаем Где Он Там Находится Раз Эти Фигуры По весу Равны То Он Отрезок Пополам Делит Ну Стало Быть Вот Мы Предположили Что Центр Тяжести Точка Ж Потом Дальше Отсюда Рассуждали 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 И Пришли К Выводу Что Центр Тяжести Все Этой Системы Это Точка Ж Ну Надо Понимать Что Дело Не В том Что Как Бо Они В этом Конкретном Чертеже Не Совпали Они Не Совпадут Всегда При Таком Рассуждении Потому Что Прямая А Она Параллельна Прямой МН Ну А стало Быть Эти Две Прямые Раз Их Начальные Точки А И Находятся На Одной Прямой То Эти Прямые Параллельны Они Никак Не Могут Пересекаться Значит Точка Ж На Отрезке МН Никак Оказаться Не Может Ну Значит Вот Такое Ну Это Из Таких Доказательств Противное Самое Простое Выбрал Честно Говорю Ничего Как бы Ничего Реального Из той книги Выбирать Не стал Потому что Они там Гораздо Сложнее Ну Вот Такое Рассуждение Которое В общем Как-то Понимать Можно Но Спрашивается А Как бы Вот Мы Тут Чего-то Рассуждали Долго Значит Мы Пришли К Противоречию Из Этого Противоречия Мы Делаем Вывод Что Центр Тяжести Должен Находиться Обязательно На То Он Точно Так По Такому Рассуждению Находится На Другой Медиане А Значит Он Находится В Точке Песчения Медиан А Значит Мы Заодно Таким Механико Геометрическим Способом Доказали Заодно Еще И попутно Чисто Геометрическую Теорему Раз Он На Центр Тяжести Лежит Точке Песчения Двух Медиан И Он Лежит На Третьей Медиане То Третья Медиана Должна Проходить Тоже Через Эту Точку Вот Мы Такую Как бы Заодно Заодно Чисто Геометрический Результат Получили Он Конечно Простой И Школьный Но Понятно Что Архимед Вот Этих Вещей Начинает А потом Занимается Вещами Гораздо Более Сложными Ну Отнюдь Не На Уровне Там Даже Одиннадцатого Класса Школьные Программы Это Это Надо Понимать Что Это Серьезный Очень Крупный Математик И Не Зря Многие Считают Его Просто Одним Из Крупнейших Математиков В Истории Человечества Значит Ну Но Все Таки Спрашивается Откуда Он Узнал Что Центр Тяжки На Медиане Лежит Потому Что Ну Что Он Его Подвешивал Что Ли Сначала Откуда Вот Мы Доказываем Нечто Откуда Мы Это Знаем Что Это Нечто Верно Ну И Глядя На Другое Доказательство Оно Правда Тоже Косвенным Образом Изложено А Также На Ряд Рассуждений Которые Архимед Проделывает Вот С Этом Самом Послании О Методе Мы Можем И Предположить Каким Образом Этот Результат Был Установлен Значит Установлен Он Был Путем Некоторых Незапретных Как бы По канонам Строгости Греческой Математики Но Тем не менее Незапретных С точки зрения Нормальной физики Как бы Рассуждения Вот мы его Изобразим Еще раз Значит У нас Собственно Метод Каким же образом Он-то узнал Что На Медиане Лежит Центр Тяжести Ну вот Мы снова Эту медиану Проведем А теперь Мы сделаем Вот что Теперь мы Возьмем Треугольник АБЦ И нарежем Его В мелкие Мелкие Полосочки Которые На себе Представляет Ну очень Меленькими Которые Параллельны Стороне БЦ Вот я Тут Изобразил Что-то Такое Теперь мы На каждую Такую Полосочку Смотрим И говорим Ну конечно Это у нас На самом деле Трапеция Но если Полосочки Резать Очень тонко То Отличие Этой Трапеции Оно-то Где-то Там на Концах Только Она Отличается От Паралограмма Ну Стороны Которого Ну или От Прямоугольника Даже Не важно А у Такой Как бы Ну реально Это прямая Просто Мы будем Вообще Пренебрегать Ее шириной Ну а у Прямой Ну у У палки У нее Понятно Где центр Тяжки Он ровно Посередине Значит Мы ее Разрезали На такие На полосочки На очень тонкие Ну на Отрезки Если Говорить Не очень Строго Но зато По делу У каждого Такого Отрезка Центр Тяжки Ровно Посередине Ну А медиана Она проходит С середины Всех этих Отрезков Значит Получается Что Ну вот Не успел Дорисовать Уже Сюда Бежал Надо Чтобы Сейчас На каждой Полосочке Центр Тяжки Зажегся А стало Быть Мы знаем Центр Тяжки Каждой Они Вот Просто Будут Такими Круглёв Точечками Которые На медиане Загорятся В каждой Полосочке Своей Ну а Стало Быть Раз Все Центр Тяжести Находится На одной Прямой То Центр Тяжести Всей Системы Должен На этой Прямой Находиться Ну вот Таким Образом Мы Действительно Как-то Убедительно Показали Что Прямым Образом Уже Никаких Косвенных Рассуждений Не было Раз у Каждого Отрезка Ну и Как бы Раз у Каждого Отрезка Мы знаем Где Центр Тяжести То Мы знаем Где Центр Тяжести Все системы Вот Ну Такой Более Простой Пример Я надеюсь Что даже Школьники Здесь Присутствующие Его Как-то Более-менее Поняли Ну Вот Мы По этому Примеру Можем Составить Себе Некоторое Впечатление Такое Предварительное О той Математике Которой Архимед Занимался Ну Кстати Ну Это Вот Последнее Из того Что Я успел Сегодня Нарисовать Прибежав Сюда За две Минуты До Семи Часов Значит Потому Что Если Мы Дальше Заглянем В Другие Его Сочинения Ну Прежде Всего В Это Самое Сочинение О Плавающих Телах В Которой Никакой Эврики Но Эврика Это Легенда О Что Значит С короной Царя Гейроном Было Оно Не Было Ну Дело Темное Люди Вообще Склонны Разные Легенды Сочинять Ну Во Во всяком Случае Само Сочинение До Нас Дошло И В общем Когда Мы На Него Смотрим То Никаких Взвешиваний Там Опусканий Короны В Воду Ничего Там Такого Нет А Там Тоже Вот Такие Же Как В духе Того Что Я Сейчас Изображал Мы Находим Такие Же Начало Математической Физики Первое Положение Примерно Такое А Из него Дальше Все Выводится Ну Вот Когда Я Так Перескажу Если У меня Есть Тело Если У меня Есть Сосуд С Водой Я Мысли На Себе В этом Сосуде Выделю Часть Воды А Теперь Мы Возьмем Представим Себе Что Эта Часть Она Теперь Мы Так Раз И Твердой Оболочкой Окружим Невесомой Ну Тогда Получается Что У нас Есть Одна Вода Которая Внутри Сосуда И Есть Другая Вода Это Можно Это Хорошо Кстати На Бутылках Показывать Пластиковых Получается Довольно Толково Все Получается Что У нас Тело Плотность Которого Ну Оно Собственно Из воды Состоит Но Мы Его Выделили Отдельно Тело Плотность Которого Равна Плотности Воды Оно В воде Висит Не Тонет И Не Падает Ну В общем Понятно А Наверху А потом Раз Так Борта Наверх Достроим Ну Вот У нас Закон Архимеда Прямо На Глазах У нас Появляется Потому Что Тело Погруженное В воду Это Наш Корабль Который Падает Сколько Он Весит Да Столько Сколько Воды Внутри Него А Значит Вытесняет Ровно Столько Воды Сколько Заключено Как Б Ну Сколько В его Собственном Весе Потому Что Эта Вода Одновременно И весом Становится И объемом Если Мы Откроем Другое Сочинение О Телах Значит О Равновесии То Мы Там Тоже Видим Некие Умозрительные Рассуждения Которые Связывают Физику И Математику Это Настоящая Математическая Физика Настоящее Начало Где Мы Начинаем С того Что Мы Понимаем Что Рычаг Уравно Значит Что Два Тело На Плечах Равных Должны Тела Равного Веса На Равных Плечах Они Конечно Уравновешивают Друг Друг Из Соображений Симметрии А Дальше Мы Исходя Из Этого Из Этой Первоначальной Аксиомы Или Тут Постулатом Наверное Лучше Назвать Из Этого Постулата Дальше Мы Производя Разные Комбинации В Конструкции Где То Какие Сделать Приходится Так Рассказывать Надеясь На то Что Ваше Воображение То Что То Уловит Значит То Вот Таким Вот Образом Мы Получаем Путем Строгого Рассуждения Вовсе Не путем Каких-то Так Сказать Неточных Неточных Опытов Путем Строгого Рассуждения Мы Таким Образом Приходим К закону Рычага О том Что Тела Уравновешенные На Невесом Рычаге Их Веса Обратно Пропорциональные Длинам Плеч Ну И в общем Как бы Вот мы видим Как Ну Вот Еще тут Момент Такой Вот тоже Важно Отметить Оказалось Казалось И это Отличие Древнего Мира От Той Науки Современной Которая Возникла Ну Прежде всего Надо Говорить В 17 Веке Что Архимед Такой Вот Математик И математик И одновременно Инженер И как бы Вот Гений Этой Математической Физики И собственно Чистой Геометрии И астрономии И специалист Как бы Крупнейший По строительству Разной Военной Техники Вот он Один Единственный Оказался Который В своем Лице Все это Соединял И для Которого Строительство Военной Техники Или Там Строительство Каких-то Сложных Инженерных Конструкций Которые Позволяли Корабли Сдвигать При их Спуске Со стапеля Очень тяжелые Оно Неотделимо От его Деятельности В области Чистой Математики Вот И Быть может Эти Самые Вот Которые Вам Евгений Васильевич Показывал Значит Эти Астрономические Разные Приборы Которые До нас Не дошли Но мы О них Разные Сведения Имеем Из Древнегреческих И древнеримских Текстов Возможно Эти Приборы Тоже Были Им Созданы Или Какими-то Людьми В его Кругу То есть Вот Соединение Произошло Только В эту Эпоху В его Лице И Продолжателей Достойных Не нашлось Но почему Это так Произошло И почему Древнегреческая Наука Не пошла По этому Пути Это конечно Тема Отдельного Разговора Но вот Хотелось бы Как бы Во всяком Случае Эту сторону Дела Отметить Ну что У меня Все Пожалуй Спасибо Вам Перейдем Наверное К опытам Да Андрей Вы можете Взять себе Такой микрофон Стационарный Чтобы комментировать Это я правильно Все надел Слышно Да Там что-то Говорится Значит Раз Раз Небольшая Монстрация Вам понадобится Вам понадобится Сейчас Попаду Если Попаду Если Значит Вот Такой Объект Набор Артефактов Значит Вот там Вон имеются Артефакты Если Кто Желает Проделать Опыт Вот возьмите Вот там А мы сейчас Конечно Будем Желать Мы сейчас Позовем Желающих Давайте Может быть Сразу Нет Ну Это лучше Мне кажется Делать За столами За столами Да За столами Потому что Потому что Это балансировка Тел Там нужно Точное Расположение Людей Желающие За столами Берите По набору Следующих Артефактов То есть Вам понадобится Бутылка Две Пробки Ну Несколько Зубочисток Лежат Зубочистки У всех Есть на столе А также Нужна Две Вилки И одна Ложка Ну Примерно Одинакового Веса Андрей У тебя Тут Ничего Не получится Здесь Если Ты Это Будешь Делать Это Нужно Расположиться За столом Так что Давай Садись Вон туда Вон Саней Так ты Вон Саней А зачем Ты ложку Украл А ну ладно Две вилки И ложку Бутылку Иди к Никите Устройство Устройство Делаешь Ну ладно Катерина А можно нам Еще две Вилки У нас Не хватило Окей Сейчас Когда все Подготовятся Я покажу Следующее Потому что Нужно Следить Что делать Ну Что Называется Это Чтобы запомнили Ничего сложного Попытайтесь На левом Слайде Обратите Внимание Конечно Что Это Должна Быть Симметричная Конструкция То есть Если Приделаете Криво То Получится Не очень Хорошо Это Очень Простой Сейчас Первая Для разминки То есть Пробка В нее Две Вилки Видите Другую Пробку Помещаем В бутылку И Туда Втыкаем Зубочистку Значит Соответственно Вы понимаете Что нужно Все делать По возможности Ровно И симметрично Чем Неравнее Ваше Приготовление Тем Меньше Шансов Что У вас Что Либо Получится Сделали А Вы возьмите Какую-нибудь Другую Подберите Там Пробку Если Бутылку В эту Конкретная Пробка Не влазит Другую Поищите А В пробку Вилка Не втыкается Это Если Вам Пластиковая Пробка Попалась Тогда Побыстрее Замените На Пробочную То есть На На То есть В пластиковую Скорее всего Правда Не воткнется Ну как Там Есть Несколько Таких Искусственных Нужна Настоящая Пробка Из Пробкового Дерева Но Впрочем То Что От Шампанского Это Не имеет Значения Ну что Нормально Да Это Самое Простое Что Вы можете Сделать Попробуйте Будет Стоять У вас Воткнули Зубочистку И на Нее Расположили То Что Стало С юками Вот так Сбалансируйте Вашу Систему Мужчины Взяли В руки То есть Это Очень Легко Но Если У вас Вот это Не получается Значит Вы все Очень Криво Воткнули Мужчин привлекать Заманивайте За столы Мужчин О Прошу Обратить Внимание У нас Уже Есть Да Замечательно Замечательно Поехали Дальше Теперь Поехали Дальше Вот Конструируем Напротив Вот такой Объект То вы Втыкали Зубочистку В пробку На бутылке Теперь Эту зубочистку Воткните В пробку На вилках Затем Возьмите Вторую Зубочистку И сломайте Ее пополам Подсказка Она здесь Не очень Хорошо сломалась Постарайтесь Чтобы она Была сломана Поперек Ровно Потому что Вам нужна Хоть какая-то Поверхность То есть Это я В общем Постарайтесь Сломать Без Зазорин Вот таких Вот В общем У вас должен Быть Вон тот Артефакт И Зубочистка Нормально Да Теперь Уравновесив Вот этот Объект Воткните Зубочистку В пробку И Уравновесив Вот этот Объект На пальце Найдите Там Центр Масс Расположите Ее На Зубочистку Которая Торчит Из пробки А пробка Торчит Из вашей Бутылки И Сделайте Так Чтобы этот Объект Располагался Чтобы он Висел Таким Образом Вы Найдете Центр Тяжести Этой Сложной Системы Боже Неужели Найдутся Волшебники У которых Это Получит Это Не Самое Сложное Упражнение Дальше Сложнее Будет Да Вы Прямо Растите Из нас Оптимистов У вас Есть Да У вас Стоит Ну Ка Покажите Отлично Вау Отлично Я думаю Что Столик Заслужил Бурные Аплодисменты Мне главное О Андрей Смотрите Что Сделал Смотрите Как Висит Я Позволю Себе Только Осторожно Снять Теперь Чтобы Она Не Грохнулась Об Компьютер Так Отлично Значит Теперь А Это Оно Же Самое А Теперь Вытащите Пробку И Проделайте То Же Самое На Горлышке Ну Зубочистку Вставьте В пустую Горлышко Бутылки И На Этот Объект Уравновесите Ваш Артефакт Это Сложнее Обратите Внимание Здесь Еще Одно Дополнительное Подвижное Плечо То есть У вас Уменьшается Жесткость Системы А как Следствие Ухудшается Осложняется Ее Балансировка Я Рекомендую Столикам У которых Нет Бутылок Присоединиться К тем Которые Есть Там Такое Веселье Такое Бурное Обсуждение Вытащите Пробку А зубочистку Туда Внутрь Вставьте Значит Вот Получится Не получится Ну После некоторых Тренировок Практика Показывает Что получается Но Мы Тоже Долго Мучились Я Может быть Поступлю Следующим Образом Распараллелить Процессы То есть Я покажу Еще один Последний А потом Если что Можно вернуться Где готово Не Расстрясывайте Молодцы Браво Поехали дальше А ну Это вот она Еще один Столик Вот видите Все гораздо Все гораздо проще Вот смотрите Неплохо Она висит Да Теперь Берем ложку И вилку Соединяем ее Зубчиками Посередину Посередине Помещаем Зубочистку Обратите внимание Что в этот раз Зубочистка Между ложкой И вилкой Тоже уже Не закрепленная То есть Это одно Одна Зыбкая Конструкция И сделайте С ней То же самое Что вы делали Как видите В этот раз Ее Легко Расположить Снизу Потому что Там все жестко Но Не так-то просто Сверху Но я думаю Что у вас Очень скоро Получится Значит Ну и Последние Самые Монстры Могут Теперь Вытащить Пробку И проделать Вот то Что я сказал Поместить Зубочистку В бутылку На эту Зубочистку Эту Зубочистку И та Чтобы она Торчала В этой Вот В общем Я честно Скажу Вот видите Дальше Что у меня У нас Не получилось То есть Снять этот Объект Нам не удалось Поэтому Если кто-то Сделает То быстро Бегите С фотоаппаратом Снимем Тогда Совершенно Непостижимый Артефакт Где Три Ну-ка Что у вас Получилось Ложка Получилась Вилкой Ложку с вилкой Просто немножко Зубчиками Вот так Вот раз То есть Она легко Входит И выходит Ну Ложка И два Зубчика От вилки Вилка Не очень сильно Гнется Даже Она просто Входит Туда Чуть-чуть Подогните Зубчики И она Войдет Не Она Не сломается Нормально Совершенно Теперь Зубочистку Туда Сюда Пробку На пробку Другую Зубочистку Конец Ее Естественно Сделайте Это Половину И немножко Отогните То есть На острое На острие Самой Зубочистки Поставить Намного Сложнее И попробуйте Вот такой Объект Организовать Вот так Вот А кто-нибудь У нас пробует Без пробок Ну И как я Сказал Совершенно Монстрами Будут люди Которые Способны Будут Теперь Ее Поставить Еще И удалив Пробку Да Без ничего Ну Ну да Ну-ка Пробка С пробкой Получилось Да Еще Да Поддерживайте Там Всякие Эти пробки Ваши В смысле С вилками Потому что Они конечно Еще и падают В данном Случа Она Видите Какая Некрепкая Ну Как видите Как видите Архимед Был Велик И Где Находится Центр Масс Этой Системы Андрей Где он Находится Где-то Вот здесь Где-то На этой Линии Да Нет Нет Не на Этой Линии Находится Ты знаешь Я думаю Он не на Точкой Опоры Находится Он не Находится Под Наша Лекция Перешла Конструктивный Спор Научный Вот Эти Наверняка Отклоняют Бутылку В сторону Только из-за Жесткости Вот этой Системы Она Не падает Если бы Она была Легкая Она попала Ну что Но есть Вон с пробкой Подожди Браво Ну я думаю Что Что можно Сказать То есть Я думаю Что в оставшуюся Часть вечера Кто-нибудь Может быть Еще Потренировавшись Проделает И последнее Упражнение Давайте Мы пока Перейдем К вопросам Наверное Да У нас Теперь Еще зачетный Вопрос Был Кто Кто Знает Какие-нибудь Еще Древние Знаменитые Полемсесты Библия Библия Действительно Библия Бывает И в полемсестах Но в каких А это не полемсест Еще Это не полемсест Это просто Сильно потрепанный Коптский кодекс Но там Ничто не Перезаписывалось То есть Это 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 сразу Написано Коптскими К тому же Уставом Нет Что такое Полемсест Это когда Вот был текст Например Архимеда А сверху Написали Молитвенник Или когда Был текст Например Комментатора Комментария На Аристотеле А сверху Написали Нома канон То есть В результате И как правило Текст идет Вот так вот Крест-накрест Потому что Обычно Позднюю рукопись Ее изготавливают Ведь как То есть Берут старый текст Его расплетают И снова Сворачивают То есть Книжка становится В два раза меньше Но текст идет Крест-накрест Вау Ничего себе Ничего себе Ну-ка Все желающие Сфотографировать Пожалуйста Да Это замечательно Вот у нас Не получилось Мы мучились Мучились Но сил не хватило Да Молодцы Вообще Так сказать Гении Вот Ну в общем Кто-нибудь Может вспомнить Что-нибудь Господа филологи Вот Маша сидит Небось Учила Маша Чуть не подавилась Что же вы так На филологическом Это факультете Вы знаете Я хочу Неужели про Ефремов Кодекс не помните Я давайте Вашему столику Отдам Я Не решусь Сказать вам Что они представляют Из себя С вкусовой точки зрения Но меня очень Привлекло в них Название Называются они Геркулес И нарисовано Ну и соответственно Он же и нарисован Геркулес Отлично Спасибо Архимеду К сожалению Найти не удалось Да Прекрасно Ну вот Кто сказал Есть Библия Действительно Имеется Например Ефремов Кодекс Один из старых Палимсестов По которому Ну он правда Новее Кодекса Синаитикуса То есть в этом смысле Он не принципиален Ну а кто Римское право Изучал Имена фараонов Перебивали Да Так сказать А вот Есть еще Интересная вещь Термин Залезняка Гиперпалимсест Эти Новгородские Восковые таблички Их перезаписывали Вообще Сотни раз Вот недавно Обнаружили Такую интересную книгу Как же она называется Ей название Даже какое-то дали То есть Новгородские Восковые таблицы И как раз Вот исследователи Дали название Этому тексту Гиперпалимсест Он перезаписывал Ну восковые таблицы Перезаписывать Как вы понимаете Легко Но Каждый раз Заравнивая Старый слой Вы все-таки Оставляете Какие-то следы Нового Правда Прочитать там Ничего нельзя Нет Ну Здесь нету Моих студентов Бывших Которые Римское право У меня изучали А то бы вы их Помогли Если бы были То все бы знали Конечно Что Кодекс Институции Гая Древнейший Юридический Свод Он Он Полимсест Этот полимсест Обнаружил Небур В Вероне В середине 18 века Какие еще Хорошие Полимсесты Мы можем Вспомнить Ну да Ну полимсесты Институции Гая А чего молчал Что не знаешь что ли А почему молчишь Ну ладно Ну хорошо Какие еще Полимсесты Какой А вот Веронский Полимсест Исидора Сивильского Точно Правильно А я не буду От вас далеко уходить Вы явно будете Все пять называть Значит Институции Гая Есть Кодекс Этот Ефремов Список Библейский Один из древнейших Есть Значит Ну этот Полимсест Архимеда Мы не считаем Да То есть Веронский Полимсест Исидора Сивильского Ну можно Новгородские Восковые Таблички Гипер Полимсест Вспомнить Еще какие-нибудь Полимсест Есть Не ну это Скорее Скорее Так сказать Такая Криптография Тайнопись Кстати Кстати Вы знаете Античные Средневековые Писцы Практически Так и делали Они ведь Когда писали Они первые пять минут Не видели Что они пишут Хорошие чернила Быстро проявлялись А плохие чернила Только минут через пять Темными становились Они же делаются Из этих Ну в общем Такие червячки Есть Которые на дубу Живут Эти Черные орешки Такие Вот из них делали Чернила И они проявлялись Только через некоторое время Поэтому мы сначала Писали строчку А потом смотрели Что у вас получилось Так что это Ленин Шушенского Да Типичный Ну ладно Если кто придумает Еще какой Пелемсест Я думаю Давайте перейдем К вопросам К вам А вон еще Вспомнили Пелемсест Вы знаете Я вот просто считаю Что учитывая стоимость Пергамента Этих Он кстати говоря Оцифровывается Той же компанией Которая работает Над кодом Сам Архимеда Поэтому На сайте Архимеда С полемсест Вы найдете Не только Так сказать Изображение Вот этого Полемсеста Архимеда Но еще Сирийского Полемсеста Голена Голена Врача То есть Тоже хороший Пример Где То есть Это полемсест В котором Содержится Несколько Иначе До нас Не дошедших Произведений Ну крупнейшего Медика Древности То есть Если бы не тот Полемсест Мы бы Ничего Не узнали Ну что Перейдем К вопросам Для вас Да К вопросам К нам Усаживайтесь По удобнее Приготовьтесь Да Всем все понятно Все в шоке От Архимеда Полемсестов И Своих Опытов Первый человек Отошедший У меня вот такой вопрос Вот Рассказывали По поводу Этого Планетария Что нашли И предположили Потом Что та деталь Это именно Деталь Того планетария Вопрос в том Что Не кажется ли Что Просто хотят найти Его и любую деталь Могут признать За деталь Именно того самого Объекта Который хотят найти Вы знаете Я думаю Что В некотором смысле Это так То есть Конечно Вот этот Да ладно Не буду искать Так Этот Исследователь Итальянский Который написал Книгу Он конечно Выдает Много Желаемого За действительное То есть Но там Есть важные Моменты Очень важные То есть Известно Конечно Что в античности Были зубчатые Механизмы Но Но тот Зубчатый Механизм Который Обнаружили Его фрагмент Он содержит Почти Идеальные Зубцы Очень Хорошо Изготовленные То есть Это был Точный Хорошо Отлаженный Механизм Это не просто Какая-нибудь Вот Бытовая Приспособа И Для чего-нибудь Передвинуть Да То есть Это очевидно Высокоточный Прибор То есть Он Он Хорошо Отполированный И очень Четко Геометрически Правильные Зубцы Поэтому Все Думают Что это Высокотехнологичная Вещь была Конечно Непосредственно К Архимеду Он может Не иметь Отношения Значит Но Кто сказал Что Архимед Изготовил Единственный В своем роде Полимсест То есть Ну В принципе Да Ваше замечание Верное Еще один Тут вопрос Вот Говоря Собственно О полимсестре Да Вот Случаются Ли Такие Бывают ли такие случаи Когда Текст более новый Является Более ценным Чем Тот Поверх которого Он записан То есть Могут ли быть Такие случаи Что Именно Там Не знаю Терялся Более ценный Текст Из-за того Что Уделяли Внимание Старому Более Тексту Были Вы совершенно Правильно Заметили Потому что Старый способ Работы с Полимсестами То есть На самом деле Полимсестов Правда Много Состоял в том Что В конце 19 века Например Различные Историки Филологи Они находя Древний Текст Они Просто Кислотой Смывали Верхний Слой И читали То что Снизу Как правило Заканчивалось Все это Плохо И для Верхнего И для Нижнего Текста То есть Теперь Так Не ведут Поэтому Вопрос Состоит Интересно Что называется Для кого Вот Забавно Что Когда Начали Оцифровывать Этот Полимсест Пытаться Удалить Верхний Слой Чтобы Открыть Нижний Исследователи Византии Возмутились Сказав Что А почему Вы В этот Евхологий Не хотите Тоже Прочитать Потому Что Это же Все-таки Сборник Молитв Причем Он Таких Ну В некоторых Отношениях Уникальных Молитв Они Неканонические Нетипичные Датирующиеся 1230 Там Примерно 30-м Годом А это Ведь Время Когда Когда Крестоносцы Вошли В Иерусалим И Несколько Колофонов В этом Манускрипте Они Указывают На Какое-то Важное Политическое Событие Писец Чему-то Страшно Радуется Очевидно Так сказать Вот этому Освобождению Там Не знаю Гроба Господня Поэтому Тафт Известный Византинолог Литургист Он Исследует Сейчас Византийский Текст Которому Как раз Наоборот Очень важно Чтобы Исследователи Архимеда Ненароком Сдуру Не Изничтожили Византийский Византийский Документ Да Поэтому Кому как И Конечно Наш Правильное Ответство Стоит в том Что нужно Сохранять И то И другое Потому что Знаете Рукопись 13 века Это тоже Неплохо Пока нет Вопросов Я еще Воспользуюсь А вот Кроме Новгородских Восковых Табличек В России Есть ли Какие-то Примеры Древнерусских Может быть Каких-то Полимсестов Есть примеры Да Древнерусских Полимсестов Я Сейчас Не берусь В точности Вспомнить Рублев Поверх Феофана Грека Ну В смысле Имеется А Да Естественно Имеются Рукописи Глаголические Перезаписываемые Да Вот Из Рукописей Дианисия Репагита По-моему В Москве Лежащий Один Я писал про него Диссертацию По-моему Одна из этих рукописей Московская Одна из тех Которая в Макаревские Чети Вошла Она Полимсестная То есть Поверх Рукописи Поверх Текста Славянского Где-то Века 14 В 16 Веке Написали Новое То есть Ну Это дело Обычное Но в данном случае Проблем Больших нету Просто потому Что рукописная Традиция Не базируется На этом тексте В случае же С Полимсестом Обратите Архимеда Внимание Что просто Имеется два Архетипа Исчезнувших То есть Имеются только Свитки И Имеется один Оригинал Найденный Совсем недавно То есть Еще Несколько Лет Назад Мы Думали Что вообще Нету ни одной Древней рукописи Архимеда То есть Самая древняя Была Датирующейся Итальянским Возрождением А тут Вдруг Периода Трансляции С Маюскула На Минускул То есть Временная Временная Льва Математика Ну то есть Это один из Древнейших Это не просто Древнейшая Рукопись Архимеда Это просто Одна из Древнейших Рукописей Классических Которые до нас Дошли То есть Платон Более поздним Временем Датируется Давайте поблагодарим Наверное Наших гостей Большое вам спасибо Андрею Вопрос Никто не хочет Как-то да Всех впечатлили Видимо бутылки Кто-то Вижу До сих пор Стараются Этим вы Покорили И нейтрализовали Публику Полностью А я хочу Пригласить На сцену Александра Дубунина Куратора Этого проекта Хочу пригласить И хочу Заметить Что на самом деле Это большая Смелость Стороны Андрея И хочу Его очень сильно Поблагодарить Потому что Математики Очень насторожно Относятся К таким Публичным лекциям И первое Что они говорят На просьбу Прочитать Подобную лекцию Что же можно Рассказать Из математики Широкой аудитории Я очень благодарна Вам Андрею Что вы нашли Что рассказать Из математики Широкой аудитории Сегодня Я выхожу С двумя кружками Вот я хочу Подарить Нашим Замечательным Лекторам Держите Да Это чтобы Можно было Пить чай Спасибо Спасибо Евгений Надо сказать Что вообще Очень быстро Мы подготовили Эту встречу Обычно На Работу С лектором На обсуждение Тратится Ну недели две Иногда месяц А здесь Получилось так Что Евгений Был на Прошлом Нашем Science Cafe И Вот такая вот Реакция возникла Совершенно замечательная И быстрая А почему же Вы про Архимеда И про Эврику Не рассказали Еще Ну Давайте Расскажем Ну И я На самом деле Встроение Благодарен За такую вот Оперативность И замечательный Сегодняшний вечер Надеюсь Что мы Еще не раз Будем говорить О древних ученых И не только Об Архимеде Но и о Пифагоре И о многих Многих других Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому